Ребята, всем привет! Клуб интеллектуального туризма, я Несмав Дмитрий. Ну вот мы и добрались, собственно, до Миткинских озер или рудников. Сейчас быстренько посмотрим, что здесь и как. Я давно очень хотел попасть на это место. И нас уже встречает входная группа Демидовы, написано, и все такое. Погнали смотреть! Это видео – мой субъективный взгляд на объект, субъект, событие или местность. Прошу простить по информационной неточности и манеру подачи. Схема озер. Сейчас будет указатель у вас на право. Сделаем потише. Да, видим указатель, все нормально. Схема озер, их тут три. Это бывшие рудники, собственно, которые начали здесь разрабатывать в 1900. По-моему, в 2014 году, когда было настроено сообщение для вывоза всего этого в… Ну, на железоделательные заводы. И мы можем здесь посмотреть какую-то информацию. Самая большая шахта в глубине 80 метров в залеже руды были обнаружены на 35 метрах. Вторая шахта – 48 метров, руда на 26 метров. Третья – 48 метров, руда на 30 метров. Четвертая шахта достигла 76 метров. Локомобиль, детали, от которого мы встретим. Передвижная паровая машина, приводившая в действие насос для откачки воды из карьеров. И промывание руды. Ну, то есть, это такой паровоз, как машина, чтобы передвигалась. И плюсом еще и насос, видимо. А вот здесь есть, да, окаменелость. Это брахиоподы. Ну, 300-400 лет назад территория была одного Рифейского моря. Это, конечно, по-моему, глупость. Но вот брахиоподы – тип морских беспозвоночных животных. Понимаешь, не беду? Это раковины. Вот как выглядел он. И вот как сейчас. Сейчас мы все это посмотрим. Я так понимаю, что такой цвет может появляться, когда там есть тальк или что-то такое бирюзовый. Может быть, кварц. Ну, звесь какая-то в воде. Получается, что в 19 веке Демидовы выкупают кусок земли под строительство здесь завода. Ну, и, соответственно, нехилые такие угодья вокруг для того, чтобы добывать труду. И вот с 1860-х годов здесь идет добыча железа. Но мы же знаем Демидовых, да, и как они там ходят слухи, что и монеты поддельные, неотличимые от... Ну, по сути, настоящие монеты чеканили в обход государства тогда, в обход царя. И ходят слухи, что здесь добывали золото. И, может быть, все это железоделательное производство было всего лишь прикрытием для фальшивого манечества, по сути. Кто его знает? Итак, Миткинские озера – это три озера. Бывшие рудники. Начнем сначала, чтобы было удобнее. Рудники находятся на склоне Бырдымского хребта. И отсюда они получили свое название верхнее, среднее или центральное и нижнее. То есть от расстояния до вершины горы Миткиной. 560 с чем-то метров высотой. Наш лагерь, который вот за моей спиной там находится, мы установили на верхнем озере. И получается, что рядом с этим озером был даже целый ипподром. Здесь, как мы понимаем, нет рек. А это значит, что лошади использовались не только для доставки на заводы железной руды, но и для получения движительной силы. Для работы насосов, например, чтобы вот эту воду когда-то откачивать. Рядом с лагерем здесь, кстати, сооружен такой навес. И раньше сюда вела хорошая тропа. Но нам пришлось немножечко пошерстить по лесу для того, чтобы сюда добраться. Ну как-нибудь прилично. Ну так вот, возвращаясь к теме лошадей. Здесь, и мне кажется, вот эта поляна вполне могла быть идеей, был даже целый ипподром для тренировки лошадей. А считалось, что лошадей здесь, на этом руднике, больше, чем в близлежащей деревне. Точная дата основания рудника неизвестна. Считается, что это 1860 год. Ну, по крайней мере, дендрология Уроран говорит нам об этом. Видимо, они изучали местные растения, деревья и смогли каким-то образом распознать, что это был именно этот год. Конечно, в 1914 году с приходом туда железной дороги ситуация в форме поменялась. Лошади стали больше не нужны, но и они перестали доставлять полученную руду на железоделательные заводы. Но видите, как здесь сейчас все заросло, да? Практически ни к чему не подобраться. Но и для того, чтобы откачивать воду с тех карьеров, где добывали железо, стали применять паровые машины. И это была такая машина. Локомобиль называлась. То есть она могла и перемещаться сама, насколько я понимаю. Или, может, я ошибаюсь. Пишите в комментариях обязательно. И при этом работать просто как двигатель. От нее осталось колесо огромное. Маршал написано. Гигантское. И, видимо, тот постамент, фундамент, на котором все это и работало. Есть табличка? Давайте прочтем. Локомобиль. Чертеж есть. Фундамент и маховое колесо локомобиля. Парового двигателя. Английского производства. Локомобиль был установлен в 80-е годы 19 века. Для откачки воды из нижнего карьера. Маховое колесо было повреждено во время пожара в 50-е годы. Когда рудник уже не работал. Сама система добычи была планирована именно очень интересно. То есть сначала разработали нижний карьер. И вот здесь я уже путаюсь. То есть он может быть первым. Но при этом нижним, а не верхним. Когда вообще сначала разрабатывали, рыли большие каналы, шурфы. И пытались искать железо так. Но потом стали добывать карьерным способом. И когда вырыли первый карьер, его отработали. Стали рыть карьер выше. А в воду стали спускать в карьеру нижний. Очень интересная система. Ну и так далее. То есть вот это маленькое озеро, где у нас лагерь, оно верхнее. По вот этому водостоку вода попадала в среднее озеро. И там, я так понимаю, что особенно заметно это весной водопад. Сейчас, конечно, мы его не увидим. Но, тем не менее, интересно название. То есть хочется русскому человеку сказать Миткина, но мягкий знак утерян, потому что названы эти рудники как когда-то сейчас озера в честь управляющего. А он немец. По фамилии Миткин. Поэтому вот такое интересное произношение. И здесь обилие дорожек. На самом деле много всяких лесенок, помостов, есть где гулять. Но я так понимаю, что здесь-то люди ходят, а сюда добираются как придется. Через лес и так далее. И там дорог очень мало, и добраться сюда не так уж легко. Вот здесь интересный помост. Я так понимаю, что это или провал, или какая-то закопушка. А может быть и шахта была разведывательная. Кто ее знает? Внизу шумит вода. Ну и возможно я ошибся с расстановкой верхних и нижних озер. Не, сейчас я понимаю на самом деле, насколько я ошибся. Действительно, к реке, ближе к реке должны быть нижние озера. Центральное озеро. Вот это тот самый водопад, который течет из последнего, из самого верхнего. впадает в среднее. А там дальше озеро, на котором мы поставили палатку, и которое ну, самое нижнее. Так что нам удалось этот водопад посмотреть. Конечно, он рукотворный. Оно, собственно, и понятно. Ну и вот он, канал, когда-то вырытый от самого верхнего озера к среднему. Канал приводит нас на самое верхнее озеро. Ну, а бобры здесь плотину зафигачили. И вот видно на самом деле, что там вот болотина. Погибают деревья. Есть тут полуостров Баран. Вот такой вот булыжник стал достопримечательностью. Не могу сказать, почему. Действительно, полуостров с точки зрения вот озера-то. Действительно. Ну и на этом, наверное, все. Мы с вами по Миткиным, рудникам или озерам гуляли. С вами был я, Анисимов Дмитрий и Клуб Интеллектуального Туризма. Если вам понравился этот ролик, поставьте лайк, подпишитесь на канал нашей группы в социальных сетях. Мы есть почти везде. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok